Милочка, здравствуй! Решили тебе написать письмо, то есть видео-письмо, то есть снять фильм. Я мама и Нина. Надеюсь, что тебе будет где посмотреть, даже об этом уверена. Большое тебе спасибо за поздравления, за письма. Извини, что так редко пишу, но ты знаешь, как у нас трудно со временем. Работа идёт полным ходом. Ну всё, дубль следующий будет скоро. Решила поснимать комнату. Все твои фотографии, не знаю, при свете получатся или нет. Ну, попытаюсь сделать. Потихонечку. Дедушка, милочка, сегодня... Моего отца, милый. Мамы нет фотографий. Узнаёшь родственников? Это все родственники твои. И ты тоже. И Миша маленький. Надеюсь, получится. Надеюсь, что вот. А это тесть. Да, тесть. Это всё в серванте. Суфёновна, ну рассказывайте. Ну, что тебе рассказывать. Сегодня послала письмо. 14 числа. Туда едет. Как её... А вы садитесь в Суфёновну? Куда утром? Её туда едет... Как её... Сына Давидовна. Как фамилия Нина? Не знаю. Сына Давидовна. Там у неё дочь. Угу. Вот. Я послала с ней письмо тебе. Вот. Ну, что тебе ещё написано? А кассету успеем мы передать, нет? Нет. Она не возьмёт. Она даже игрушка не хотела взять. Не, что я хотела послать ей игрушку. Угу. Нет. Ну, ничего. Постараемся с кем-нибудь послать кассету. Сейчас пока поснимаем. Пока возможность, да, есть? Да. Ну, рассказывайте с тобой. Ещё раз. Про всех, про всех. Что рассказать? Я же съездила в Италию, приехала. Доволен. Вот. А сейчас идёт выставка там у вас в Израиле. Вот. Всё, что тебя, Яша, послал, напиши письме. Ну, здоровье у меня. Ну, как тебе сказать? Ну, если говорите, и мы вас снимаем, она сама увидит, как. Я думаю, что ничего. По-стариковски. Понятно. По-разному, значит. По-разному. Да. Ну, вот. Нина сейчас здесь до 15-го. 15-го я опять остаюсь одна. Конечно, я бросить работать хотя бы три раза в неделю не могу, потому что я дома находиться одна не могу. Вот и все мои дела. Да. А теперь пишите, что у вас хорошего. А расскажите, что там, как Андрюша, как у него семья, как Ира. А Андрюша хорошо, Сашенька, вот это Нина расскажет. Сашенька маленький, хороший, очень мальчишечка, симпатичный. Раньше он сходил за ним волосом, а теперь его постригли ему лучше. На мальчика похож, да, стал? Да, стал похож на мальчика, да. Вот. Ну, и Андрей, и Алла обе обе работают, конечно. Вот и все дела у нас. А теперь пишите все о себе, в письмах почаще, потому что мы так же скучаем, как и вы домой. И скажите, что мы собираемся приехать. Да, я написала. Если получится, Мариночка собирается ехать и меня захватить. Обязательно. Да, довезет она меня. Довезу, довезу. Это еще великий вопрос. Поедем малой скоростью на пароходике. Летать это как-то страшно, а на пароходе, надеюсь, что получится. Как навигация откроется, можно, наверное, будет уже думать о приобретении билета. Там же все-таки не так далеко ехать, зато спокойнее. А сколько дней надо ехать на пароходе? Три дня. Три всего? Да, тридцать. Это не так много? Конечно, по морю хорошо. Не через Кипр, а прямо вот в этом году были прямые рейсы на Хайфу. Я думаю, что на следующий год тоже будут. А там может добираться. Так, ну пойду, посмотрю, что Нина делает. Иди. Нина готовит ужин. Да, Нина пытается накормить меня супом. По-моему, готовит что-то. Очень много. Ой. Маленька, садись. Суб готов? Отлично. Садись, малышка. Ты меня в таком этом не снимай. Ничего. Хрустальные мои. Задрипанные. Родители. Ничего, ничего. Пока так. Пока перекус. Давай, Соня, тебе эти самые хоть. Что? Волосы немножечко приведем в порядок. Сейчас я ехаю на мочу, и они будут у меня лежать, не торчать. Увы, все в порядке. Софиона принимает ванну. Будем снимать? Какую-нибудь изящную Суфиону ванну-то. А эту Суфиону ванну ни к чему. У меня что, плохая фигура, что ли? Твуская мелочка видит, что у нас лимоны уже выросли. Да, вот на столе лимон. Да, уже лимоны растут. У меня тут был день рождения, а у меня лимон растет. Вообще стоит лимон. А у тебя не выросли? У меня не выросли. Выросли. У меня тоже, только лимонов нет еще. А у тебя привитой настоящий лимон? Да, настоящий. А у нее уже это. У меня в этом году тоже не было лимонов, так что ты нет сам. Да в этом году уже у тебя там было. Они обвалились. Зато, когда у меня дома появляются лимоны, я говорю, что это как от того дерева. Все теперь мне хотят это, от росточек. Скажи на третий-четвертый год. Слушай, а как хорошо с этой камерой работать, как легко. Конечно, она снимает и снимает, а потом еще и покажет. Так она уже снимает у тебя? Конечно, давно уже. Ты что девушка? Так я снимаю. Двух девушек, которые пьют чай с лимоном. Да, да. Чай с лимоном. А как уже? Она говорит, а записывает. Да, все записывается. Все про лимоны. Теперь высылайте лимоны бочками. Ну чего? Ну расскажи что-нибудь. Как там? Молодые с маленьким. Анин, расскажи про Бея. Бея. Ой, милашка. Далеко-далеко ты на нас. Боже, я ничего не могу сказать. Ничего-ничего. Это единственное, что можно сказать. Считай, что теперь вы вместе в одной комнате сидите и болтаете. Она тоже сейчас сейчас лимончиков нальет. Я надеюсь, там лимон-то есть. Да, уж эту добра у них хватает. Ой, садись. Алексей Петрович сегодня не пойдет? Пойдешь ты или нет? Алексей Петрович. Алексей Петрович. Идем, фотографируемся. Пошлем мелкие. Идем. А, ты хочешь обедать? Идем. И ужинать тоже. Иди, садись, Алина. Волоса со шлем нету. Ой, господи, зачем кому волосы? Зачем край волосы? Вот тут. Мариночка, вот здесь не заткнили. А ты видишь, я даже... Да, очень хорошо. Подожди, нет. Тут хлам надо заказывать. Ты меня не фотографируешь сейчас? Нет. Потому что я не почетана. Нет, причетана. А я буду говорить. Хорошо. Как скажете, так буду делать. Давай-давай. Все, включать? И ты сейчас сейчас увидишь. Кого будешь? Сразу картинку я тебе покажу твою. Да что? Какая ты вышла там? А вы как вышли? Красивее всех. Ты видишь, какая красивая? Так я и вышла. Красивая. Я вижу красивый. Давай. Ой, дедонька полетела. И я, Алексей Петрович, иди, иди. Милочка будет очень довольна. Садись рядышком. Садись рядышком. Все вместе. Все вместе. Давай все вместе. Ради Бога. А где? Может быть нам? А вы садитесь для мамы дома. Иди сюда. Любое место. Обниму мы сядем. Идем сядем. Сядем, да? Да, садитесь. Можно сюда. Можно в кресло. Не хватит, но Бог не будет. Ничего, ничего. Садись рядышком. А как же? Я вас не достану. Или он стульчик взять? Нет, ты знаешь, садись как-то. Мне надо, что я вас обняла. Правда, мальчик? Обнять это хорошо. А это все будет видно? Да. Все будет видно. Все будет видно сейчас. Вы увидите тебя. Ну, Алексей, ты обнимай его больше, чем мне. Я обоих вас обниму. Я вас обоих обниму. Ну, как? Так. Садись. Ну. А Софья, он должен стоять, что ли? Ты что? Это не то. Нет, тебе будет удобно. А как же я Настю-то не обниму? А где же тебе рук взять столько и Настю? А в середине мне надо встать. Я и буду обнимать. Тебя и тебя. Слушай, иди тогда. Она хотит так, значит, идти. Нет, ну, а мы потом с тобой. В середине. В середине. А она со мной пусть рядом садится. Вот так мы садим. Вот, садись. Вот. Вот. Мои победители. Ты такой большой, а я не достаю. Вот так поближе. Вот, мои хорошие. Ну, теперь запевайте. А? Запевайте. Запевайте, Раша. А мы песенку не умеем. Слушай, давай, давай. Ты еще не фотографируй. Подожди. Ладно, я только примеряюсь. Вы когда поете. Да мы примеряемся, мы тебе скажем. А то мы сделаем рожи не такие. Хорошо. Особенно я испорчу фотографию. Ничего. Да ничего ты не испорчишь. Ты уже не говорю на фотографию. Вы подумайте, какую песню петь будете. А? Какую песню петь будете. Мы уже песни не умеем петь. А Суфья не умеет. А вы подтягиваете. Умеешь песню. По диким степям заболевание. Я знаю. Мы уже теперь не поем. Мариночка, пелишь. Так надо вспомнить, как было. Сейчас пелишь. Сейчас тебя увидишь. Давай, улыбайтесь, ребята. Да, конечно. Надо вспомнить. Раньше пели песни? А как же? Ой, теперь уже все забыто. Давай наши частушки мы сейчас пропоем. И частушки я забыла. Я забыла. Такая частушка. Какой вот хорошая песня была. Катюша. Ну, Катюша. А теперь Катюша кончилась. Мариночка мы все забыли. Я говорю, а вру? Потому что теперь собираемся редко. А вот и раньше песня была «Ой мороз, мороз». Останься иди. Не мороз, мороз. Не мороз меня. Ай да правило. Это. Я забыла? Я слова не знаю. Это очень хорошо. Это украинская песня. Хорошо. Ну, какой украинской? Мороз, мороз, не мороз меня, а мороз, подожди. А как? Там параошадь чего-то. А, да вот конья чего-то. да я жива тогда быстрее пойти песню не умрешь ты у тебя жиром моральных поддерживать виновата ли я есть такая песня нет да вот воронческой что там из военных песен ой туман мои растуманы небось помните ну может быть какую частушку память у нас хорошая я на личку некрасиво некрасиво я была нет подожди марин ты только не снимай не снимай еще а я выданы крыльцо прохлану свое лицо прохлануя белый грудь привлеку кого-нибудь как у него вторую ты знаешь еще одна мы все забыли давай фотографирую нас покажи нам фотографии на что-нибудь вспомнится так не бывает вот это вот так чушь тушь как я рючили черные роте мы же сможем петь а я вспомнила ты ж меня подманула ты ж меня подвела ты ж меня обещала да ничего не дала ты ж меня подвела ты ж меня подвела ты ж меня подвела ты ж меня молодого сумма разуму свела видела мариночка может быть ты нам все таки подсказала понедельник что ли нет ты приказала василета перед ним разом на беседу я пришел тебя не мог подманула а дальше а я уже забыла мариша отстань ты нам не морожешь голову ты знаешь старые головы нам не морожь мы не не знаю я украинский вообще нет нет так неинтересно так вот вот так вот хорошо ты снимай а я скажу чего пару несколько слов нет слова поискажем всегда а вы вот спойте чего-нибудь они переодевается а потом будет выступать пусть идет она скажет она споет а мы с пляж она наверно помнит не на я тоже помнил она может запомнить и подскажем слова нет нет давай фотографирую а то мы устанем сидим а вы это доходи немножко и опять вспоминаем марино такой чучело сфотографирует что таки да у меня не погрязь они знают холда здесь не зима уже топовая 5 лет в москве же все-таки что везет еще и носки есть —куда-куда куда удалились куда куда удалились? — О господи! — Когда имел злоты горы ено дляacher когда все отдал бы парамонских гор, и ты владела вдоль одна. Марина, давай слова-то, ну. Когда имел золотые горы, подожди, подожди. Когда имел золотые горы, реки полные вина, а дальше? Все отдал бы, все отдал бы за ласки взор, и ты владела вдоль одна. Хватит. А, коробейники еще, о, вспомнила, что там про коробейников-то? Коробейники я забыла. А коробейники я совсем не знаю, что там. А как коробейники? Как? Не забыла. А когда в это... Балайка его. Что-то там и в рожь там это, и никому не скажу. Ну, Мариша, ты же хочешь совсем, чтобы мы были как... Ну, мы артисты. Замочить все мальчики. Давай, фотографируй, а то мешать. Когда имел золотые горы и реки полная вина, и все отдал за ласки в горе, лишь ты владела мной одна. А дальше? Все. Повторяй. Повторяй. Взоры. Взоры. Взоры, и ты владела мной одна. А дальше вот не знает. А какая песня хорошая? Ниру позови, иди. Сейчас надо спеть. Она знает, наверное. И частушки еще. Иди. Иди. Наверное, с ним она поет. Я тоже это... Раньше все знала. Ну, хочет. А теперь ничего не сунем. Ну, Марина что ли? Она знает, что она морочит. Марина, давай быстрее. Ты чего? Я вас жду, когда вы начнете... Как скажете, снимай, я так и снимаю. Ну, вот видела, начало. Все песни начинаем, а дальше не можем. Никак, да? Никак. Ну, хватит. Один куплет, и то достаточно надо. Мало. Мало. Иду звать Нину. Ничего не получается вообще. Они не на... Сиди. Я чувствую, что ты хочешь покушать. Вы встаете опять такой жизнью, и нас она это трясет жизнь. Угу. Потому что мы очень много пережили. Это война, это эвакуация, это бомбежка, это... Это не знаю чего, а пережито. И голод. Я два голода пережила. И сейчас надвигается опять голод. Меня вот так все время трясет. И я уже не только что не петь и ничего. Не только песни петь. Наоборот, петь надо. А вот не поется. Мы поем и спляшем вместе. Давай фотографируй. А плясать то будет? Пока не поздно, а то мы устанем. Не плясать то будет? Давай там по телефону у меня долгие разнофоры. А кто будет плясать? Пусть не идет. Да пусть плясать. Она не придет. Дарите вас песни. Все, включаю. Делай нам песни. Включай. Все. Включаю. А что вы делать будете? А что вы делать будете, когда я включу? А, а я расскажу. Все. Я с тобой. Включаю. Включаю. Включай. Текстографируй. А я скажу. Все. Включила. Да. Вот эти доброчесердечные люди меня без конца опекают. Они мне как родные. Они не чужие совершенно. Они мне как родные. Улыбайтесь. А то сейчас вы включу. А то сейчас будете вместе. Она меня в больницу провожала. Ко мне приходила. И вот я опять дома с ними. Они меня и сейчас. Как только чего они звонят. Жива ли я или нет. Я ведь одна. Вот и все. Спасибо им. Это самые добрые люди. Самые сердечные. Они только ко мне так относятся. Они ко всем людям так относятся. Они очень хорошие. Давай. Ну вот. А теперь песню. За дружбу. Пусть треснет. Нету песни. Уже стихи пошли. Уже стихи пошли. Ты же меня пидманула. Ты же меня пидмала. Ты же меня пидмала. Ты же меня не обидцала. И ничего не дала. Вот. Так. Вот это. Ну кукунь. Давай Марина. Чего? А то это уже словно. Теперь говорить. Обманула? Нет. Теперь уже не обманула. Милочка. Миленькая. Не беспокойся за Софью Онну. Она. Это самое. Под нашими. Как говорится. Надзором. Или как сказал. Крылышком. Крылышком. Мы все время за нее беспокоимся. Пока мы живы. Софья Онна всегда. Будет. С нами. И мы с ней. И так что. Большой вам привет. Саши. Миши. И милочка. Тебе целую я. Скучаем. И по тебе. И всего всего. Желаю вам хорошего. Он номер шもう. Сам скажешь. Алексей Петрович у меня. Он. Он заплачет сразу. Он заплачет сразу. Но я все сказала или нет. Все нормально. Но может Audie я что нибудь не сказал. Ну вспомните, скажете, я еще. А Алексей Петрович вечется не сказал. А Алексей Петрович привет не сказал. А Алексей Петрович привет не сказал. желаю вам что в этом хорошо устроились и хорошо чтобы жил жилось вам хорошо мы будем очень рады но я не знаю чего еще говорить милую хорошо учаем а по тебе и по миши меньше ты мою собачку не выбросил которая тебе подарила нет конечно саша как ты там саша по мужскому но привет всем большой привет родителям привет мы родителям саша твоим привет отлично все ничего все отлично будьте здоровы живите богатой мы уходим до дома до хаты чтобы все богато жили да плясали знаешь попили песни мы не могли прийти подсказать на песню какую вам подсказать а я пока применяю где чего вот так вот отлично свои коленки все нормально коленки коленки не надо коленки не будут вы давайте вспоминайте песню хорошенькую такую и чтобы с заходом давай мы любую по диким степям с байкой но день победы вообще не знаю победы в нашем городе дождь вот но он идет днем и ночью это на хором не получится а мы эти песни не знаем расцвела под окошком вот тоже не знаю ну что ты не пришла к нам и не спи так здесь еще можно спить все наверстаем я сама слов не знаю половину ну а это словно как ее сейчас я начинал песню когда бы имел золотые горы это же хорошая песня ой мороз мороз еще там про мошадей это золотые горы и реки полная вина и все он тут и золотые залазки в золе ищ ты владела мной еда все он там за лазки в золе ищ ты владела мной еда А это? А Ой, Мороз, Мороз. А Ой, Мороз, Мороз. Мне это больше тянуть надо. Ой, Мороз. Тяжелые, да? Я даже и Матейфу даже не помню. Ой, Мороз. Вот эту Милка пела всегда песню с антрисиазмом. Какую? Цыганчик, оп-оп-оп. Цыганчик, черноука. Распирайте. О, цыганчик. Вот это я знаю. Италия, байля. Вот она сейчас и споет, Валя. А я выйду в сад зеленый Сокремый чернику кутай. А я выйду в сад зеленый Сокремый чернику кутай. Копал, 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 крыльный чернику Возьмите. 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 Девчонка Казаченко Беликонина Поварь А за нею Казаченко Беликонина Поварь Просив, просив Пыдечко По-моему Не дала Да-ли б дарил Ей колечко А на еду Не взяла Не взяла Да-ли б дарил Ей колечко А еще какую песню, это здорово получилось, это мне даже понравилось. Уже распеваетесь, распеваетесь, следующая, следующая плясовая, ну еще немножечко, почему этот, цыганку, во всю, цыганочку, давайте сидя тогда, ну чего еще какую-никакую песню. Мотив я совсем вижу. Цыганка гадала, за ручку брала. Цыганка гадала, за ручку брала. О чем девочка плачешь, о чем девочка плачешь, о чем девочка плачешь? С лёд горд слюзы льёшь, О чём тыろ плачешь, С Лёд горд слюзы льёшь. А как мне не плакать, А как мне не плакать, А зла мне не плавать, С Лёд горд собесcs не лить. А как мне не плакать, слёз горьких нели, цыганка гадала, цыганка гадала. Нет, а то же мы пропели, цыганка гадала, за ручку брала. А потом, вот как тут, через мост. Ну ладно, не надо, бог с ней. Включай. А ну включай, а ещё чего-нибудь. Давай Мишеньку поздравляй, с днем рождения. А у нас всё Миша день рождения? Мы не смогли его поздравить. Ну, хэппи бёс, ты там ему спели, наверное, теперь здесь надо. Что там у нас? Давай споём. Какие там песни поют, хороводы водят. А дети водят, хороводы детям-то. Давай споём мою еврейскую песню. Давайте. Какую? А я не злую. А Марина еврейская? Марина еврейская? Нет, Марина русская. Ну, какую? Давайте. Есть песни ни одной, не знаю. Давай. Вот выпивай. Я не знаю. ПОЁТ, ВСКЛИКИЕ СИРЕНА поздравить поздравительная давайте мы выпьем давайте мы прославить поднимем бокал это песня давайте все вместе давайте все вместе поздравим и выпью как бы чествует гостей вот этого и вот этого и вот этого и всем поют каждому поют каждому тебя поздравляем тебя поздравляем и этими выпьем ларинку вина есть красивые не знаю уже такие уже брусевшие уже готов не трогай но сейчас пусть и она примажет каком-нибудь крема я не сыра пола клея отклеиваются отходили помогает там шерстяные носки не требуется требуется там тепло на кипре поближе кипра по на кипре на плаву это далеко от него да я там уж близко там на пароль переплыть все это вообще все близко средневное море это вообще нужно требуется все таки бывает так 12 градусов я не знаю 12 градусов требуется нас и вряд ли весной мило скажет требуется там нас или не требуется кто несет это хорошо у яши на даче не по курице так я а что там еще кроме курта есть а яички он ей привозит так марина это скажи это я очень вкусные а беленькие или черненькие яички беленькие беленькие а куда же он этих курсов девать будет сейчас все резать будет не знаю что ли оставлять пока неизвестно пока там они на даче еще но они еще в такой холод но они уже построили уже все удача там дом прекрасный есть сегодня хорошо я же был в италии приехал очень доволен там тоже тебе да все в порядке все в порядке сейчас больные сейчас дети попросту не болеет но это по осени наверно не это да все дело где наводит машину скажите сколько времени девятый час мушков то надо послушать а сегодня какой день мушков сегодня вторник а все не что мариночка большое себе спасибо дай бог счастья и здоровья не на чем киевости ничего спасибо теперь у нас я хочу туда не могу мне что-то это отвезти обязательно если закруто привезешь на и нельзя что-то нет никого ну ладно спокойной ночи всем пока мариночка пусть на чуть-чуть на этой машине на машине работа на машина здесь быстро 15 минут и уже в другом конце москвы да а где живешь на войковской здесь недалеко войковской на соколе спасибо честно ну давай не нахвали меня я тебя буду снимать пускай все знают какая хорош вот она приедет и тоже расскажешь не думаю что через год уже приедет да вот так удобно вот они тоже пришлют такую и вот этот вот шкаф сфотографировал да графе получиться должно получиться сфотографирую эти игрушки какие-нибудь послать купить нечего совершенно но совершенно нечего купить послать она просит доски этих деревяшки там 60 80 рублей доска смотреть не на что столь места ну что это я даже не знаю чего вот так вот послать я я а так не пошлюшка с кем пошлёшь ты нет но вот если даже марина поедет вот взять чего-то чего вот там у времени уже чем-то придумается а что придумать придумать не о чем ничего нет очень подичевеет немножко к тому времени уже привыкнем к ценам и будет уже казаться не так дорого вот ты говорила какой-то т.м. говорила можешь снова даст это я тогда могла это я тогда он не как не сообразила потом уже узнала его на же это может еще получится потому что он еще улыбнулся но теперь он будет стоять не 200 рублей а она плевать не дороже денег 500 рублей это конечно разница вот мила выходит замуж здорово уже нет по моему там теперь следующие кто там у нас мишаня отсвечивает наверное ну ладно мил выйдет не выйдет кто знает но я там стою около тебя следующий мишаня до отъезда с кем-то это мишка если не разобрать то мишка и это мишка улыбающийся мгм это современная надменно да это современная Людмила Михайловна это более приятно это Людмила Михайловна в молодости по-моему да да что в молодости в серпху и по-моему да нет это здесь может здесь да по-моему в серпху кто знает яша папа это кто там деда деда возьми тесы нет по-моему и еще и деда внуками с обеими внуками да 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 вот это вот иду-идо кто там кто там иду-идо 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 ну-ка иду-идо вот садись там вот лодочка сидеть там сидеть лодочка сидеть для истории вот для истории для Миши походи походи вот садись садись лодочка садись вот вот получилось мордочка наша получилось ну-ка скажи вот скажи голос вот это она здравствуйте скажи голос 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 ну в общем она хочет сама поснимать по-моему вот 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 видимо хэрлоса цыпленочек вот вот и это специально для Миши лота я думаю что со временем мама разрешит Мишу завести тоже собачку правда же милая как только устроите со своей площадью собаку заведите обязательно собаку говорят она снимает все стрессы правда кошка снимает а собака завяжает ну ладно в общем это все мелочь если была такая возможность просто пересылать не письма а такие вот кассеты это намного было бы интересно ну в общем наверное ты со мной согласна вот ну что моя мама на пенсии ты сам об этом знаешь папа все еще ходит на работу расстаться не может ну в общем то это неплохо потому что теперь опять я буду ходить в бассейн каждую неделю в бассейне на бане а если бы его там не было наверное бы приходилось бы сказать где-то по-другому а то все-таки знаешь столько лет в одно место намного лучше вот день рождения у меня прошло неплохо дня отрегуляли потому что вдруг начали собираться и ребят из института Орлик Кейки Цайзер Горохов с женой приходили теперь Горохов в общем то имеет свое предприятие развивается потихонечку ну все ну быстро ни у кого ничего не получается конечно потому что базы совершенно нету и все вылезают потихонечку те которые уже на какой-то базе организовываются те уже слышны конечно по телевизору по рекламе и так далее но мы с Горохов еще рекламу не даем пока нас знает только русский дух Орлик собрался создавать свое предприятие во всяком случае оформляется вот ну вот единственный кто у нас ну Андер наверное ты уже знаешь он автосервисом занялся и все время там в общем тоже сколько года два прошло как он бросил все государственные предприятия и ушел в этот частный север красить машины ремонтирует их в общем у него получается ему нравится вот остался у нас один кекец с двумя детьми и женой которой он совершенно не ладит в общем очень ему тяжело за что он хватается ничего у него почему-то не выходит в общем жалко парня конечно умные но какой-то не организованной я не знаю в общем жизнь его задавила очень задавила потому что дети у него симпатичные а он стал в общем то очень замученный очень ну в общем пример человека который живет из последних сил и которому в общем то конечно не хватает ни любви ни денег это 24-го ко мне они приходили а 25-го уже вообще было народу столько что еле вместилось и с работы и Джамаль приходил с Ольгой еще какой-то родственник его приехал приходил вот с работы очень много народу было Надежда приходила со своим Сережей которая в Люберцах у меня подруга жила она в общем то не была у меня лет 5 наверное посмотрела я предыдущий день рождения где вы с Мишей и с Сашей тоже запечатлены и где Миша пекинесов просит от Лота ну в общем вот видно что с Лотой справиться очень тяжело говорить надо и голос дать не то что там на пекинесах ну в общем это с этим я завязала мы решили что Лота в такой тяжелый период заводить пекинесов не будет так что Миша извини придется вот подождать может быть что изменится может я ее конечно и сломаю в этом деле но вряд ли сама не верю вот ну что в общем то жизнь проходит потихонечку извини что я так отвлекаюсь там что-то в телевизоре показывают и я и туда и сюда хотя знаю конечно что надо с тобой поговорить все таки уже сколько полгода прошло как мы виделись а тот раз и вдруг болтаем вот было бы конечно очень хорошо если бы ты тоже смогла так сделать может быть там у кого-нибудь есть у соседей я не знаю знакомых на прокат ну на прокат наверное это не дело брать взять заснять и я бы тогда как-нибудь организовала чтоб мама твои посмотрели это дело ну наверное можно и у Яши сорганизовать это все у нее вот эта вся аппаратура есть можно посмотреть а можно и по-другому как-нибудь сделать вот ну чего сижу вот видишь такое время и не иду на работу потому что надо же все таки доснять правда не знаю как еще передавать будем потому что мама там говорит одно не на другое а у меня может получится что и я смогу передать только я не знаю как с передвижением там если например привезут в хайп интересно как до тебя доберутся в общем поговорю с теми людьми которые собираются возьмут эту кассету и может быть все в общем-то сложится побыстрее а не к дню рождения потому что я считаю что к твоему дню рождения мы должны ли сами приехать или же сделать кассету с поздравлениями не так спонтанно как эту а подготовленная то я вчера стариков этих снимала конечно я их обманывала как и маму так и стариков и нину я не снимаю я готовлюсь так что ты извини что там было все так это сумбурно мне я считаю что это самое интересное когда они все пытались подготовиться и думали что я их снимаю пять минут а я их снимаю все время пока в общем-то то есть я держала камеру так как будто не снимала но мне понравилось во всяком случае не знаю как с профессиональной точки зрения наверное это ужасно но для домашнего пользования я считаю что это очень здорово ну что еще то все нормально снег лежит то тает то лежит машина едет бензина говорят тяжело с бензином зато у меня газ стоит ездить машина на газе то на газе то на бензине ну не знаю в общем нормально все хорошо только все время некогда ну я считаю некогда от моей неорганизованности а не от того что я очень много занимаюсь делами потому что я могла бы с тобой поговорить семь утра и убежать на работу прибежать в восемь и конечно это свалиться замертво но я считаю что надо поотдыхать немножко потому что напряжение пяти часов работы сейчас в общем-то наверное приравнивается в десяти когда я работала знаешь там к девяти ехала в шесть уходила но за это время только в пилоте пилотча и разговаривала а про между делом там что-нибудь делала в общем сейчас намного интенсивнее все не знаю мне это нравится а там посмотрим как чего будет вот ну что тебе еще рассказать мне не знаю чего вот так очень трудно разговаривать если бы ты мне что-нибудь вопросики задавала я бы тебе ответила а так прям даже не знаю Юра у меня живет неплохо Татьяна по-моему не хочет разводиться со своим мужем но всех это устарает во всяком случае он теперь чистенький хорошенький симпатичненький теперь она даже крем ему заставляет покупать его во Франции чтобы он сам выглядел лучше он уже помолодел лет на десять это надо видеть носочки галстучку пиджачок жилетки ну в общем весь из себя мужчина то что надо красавец на глазах меняется на глазах они хороши в общем она из него прямо лепит как по песне серого прямо лепит 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 и получается очень хорошо вот ну и мы ее уже считаем за его жену потому что о нем так никто не заботится за всю жизнь как она в общем она молодец успевает заботиться о всех вот ну что родители все нормально я тебе про них рассказала свою маму ты видела фотографии может быть вышли может быть нет ну вот на мою я просмотрела сейчас пленку в смысле вчера получилось неплохо по моему даже я думала что отсвечивать будет ну ничего видно твой подарок мне так понравился а папка от него не отходил весь вечер я всем боялась что он в конце концов перестанет играть он его откроет и все чуть не отковыривать начал а где это играть ну вообще великолепная вещица мне очень она понравилась и правда порадовала очень порадовала спасибо тебе большое вот мама восприняла как само собой разумеющаяся играет и играет но папе надо докопаться вот знаешь как дети ломают игрушки а что это там пищит а что это там катается вот примерно так что пришлось отнять чтобы поставить сервантик вот ну наверное все я с тобой прощаюсь потому что надо собираться и по правде говоря еще не знаю чего еще наболтать тебе потом подготовлюсь наболтаю на другую кассету может быть даже побольше если будет возможность я буду потихонечку снимать снимать тебе побольше кассету которая там не часовая а трехчасовая и потихонечку несколько дней там день по несколько раз когда камера будет ко мне попадать тогда я и буду снимать а там в общем то привет всем всех целую всех люблю надеюсь встретиться очень рада что у тебя там двигается все в лучшую сторону надеюсь что так и будет двигаться вот и надеюсь очень даже надеюсь увидеться с тобой до лета ну привет всех целую счастливо на это я решила еще лоту под столом поснимать лота делающие маникюр ну ладно чао лота это миша привет от лоты лота голос лота голос 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 это миша привет ой голос миша поздравления всякие ух голос лота ну все целую чего эти которы казах parameters или с Продолжение следует... 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 Продолжение следует...